Вечер за бортом 26 градусов Есть ли перспективы трудоустройства у русских иммигрантов и охотно ли берут их на работу? Вопрос, есть ли дискриминация, перефразирую, есть ли дискриминация в Канаде по этническому признаку при приеме на работу? Да, потому что конкретизировать, что вот только потому, что ты, я не знаю, китаец, монгол, я не знаю, там, новогвинеец, латыш, русский, не знаю, кто еще может быть, неважно, да? И только поэтому тебя не берут на работу, это является в Канаде просто кошмарным сном для работодателя, потому что если его в этом обвинят, и человек действительно подкажет, что именно на этом основании ему отказали приеме на работу, то этот работодатель, он будет умываться горькими слезами, просто, ему будет очень плохо, реально плохо, не представляете, насколько. Поэтому я на этот вопрос отвечу с точки зрения того, как он у нас есть в реальной жизни, потому что формально, как вы поняли, никто по причине того, что вы такой-сякой отказать не может. Но как ситуация выглядит на самом деле в реальной жизни? В реальной жизни здесь нет, здесь нет разделения, точнее, не то, что разделения, здесь нет подхода негативного в плане приема на работу только потому, что это относится к какой-то национальности. Здесь есть в некоторых местах этнические общины, которые контролируют те или иные работы. То есть, допустим, в Торонто мне просто большое количество людей говорило о том, что там правит Индия, Пакистан, и если хотя бы один индус или пакистанец попал на работу в какую-нибудь компанию, он начинает с тобой тащить своих соотечественников, и через какое-то время компания превращается просто в маленькую Индию или маленький Пакистан. И отношения складываются такие, не очень хорошие, потому что, когда их становится больше, чем 2-3 человека, они говорят исключительно только на своем языке, и они игнорируют любые замещания на то, чтобы говорить как бы на английском языке. Ведут себя очень некрасиво. Плюс, если начальником становится тоже человек из Индии, из Пакистана, то люди, которые относятся к его соотечественникам, они себя чувствуют королями, а люди, которые не относятся к их соотечественникам, неважно, опять же, будь то рожденный в Канаде даже, или ты будь то, не знаю, там, англичанин, француз, русский, украинец, молдаванин, неважно. Неважно, вы будете всегда в более негативном свете, да, вы будете всегда в большей степени под ударом, чем те, которые являются соотечественниками. И надо очень сильно стараться, прогибаться там и так далее, тем более, если мы говорим про Индию и Пакистан, у них там такое ощущение, что это в крови, вот это вот желание прогнуться, просто принять форму сосуда для того, чтобы понравиться своему начальнику. И если ты этого не умеешь делать, то все очень плохо. Поэтому я бы сказал, тут разбор идет не в плане того, что русский возьмут тебя на работу, какие у тебя перспективы на прием на работу, а в плане того, на какую организацию ты нарвешься, есть ли там царство какой-либо этнической группировки. И второй момент, это момент, который относится к Квебеку, да, Квебек, я уже много раз говорил, это у нас отличное отдельное общество, Societe Distinct, которое культивирует, скажем, идею борьбы бедного квебекского народа, а Квебек они воспринимают как народ, как Квебекуа, против всех этих иммигрантов, англичан и так далее. Мы должны выживать, мы должны держаться у друг друга, мы должны давать работу прежде всего своим, а все остальные, неважно, опять же, ты рожден в Канаде, ты белый, ты коричневый, ты черный, это уже информация 15-го порядка, главное, что ты не Квебекуа, да. Соответственно, если у тебя будет выбор взять на работу женщину, у которой три класса еле-еле с трудом в какой-нибудь сельской школе из Дальнего Квебека, или молодого, продвинутого, я не знаю, выпускника Гарварда, но, там, не знаю, третьего сына английского лорда, то, скорее всего, выбор будет сделан в пользу этой самой выпускницы сельской школы из Далекого Квебека, чем этот самый третий сын английского лорда. Это тоже правда. Здесь поддерживают своих, и для них важна кровь, насколько это Квебекуа-де-Суш, чем то, что ты из себя представляешь как специалист. Но, опять же, с оговорками, да, мы сейчас говорим про маленькие, про средние фирмы, если мы говорим про корпоративный волк, естественно, возьмут, корпоративный волк, хорошо сказал, про корпоративный мир, то, конечно, возьмут квалифицированного специалиста в крупную компанию, а не какую-нибудь даму из Далекого Квебека, Дальнего Квебека, потому что им нужны KPI, а не поддерживание своего брата-соотечественника. Так что я бы вот в этом ключе смотрел на эти вещи. И последнее, да, тоже же много раз говорил о том, что у русских репутация в Канаде хорошая. Я не слышал, говоря с большим количеством Кибекуа, ни слова плохого по поводу того, как работают русские. Опять же, я уже много раз говорил о том, что русскими здесь считаются абсолютно все выходцы из бывшего Союза. Неважно, с какой республики ты вышел, вышел ли ты из Киргизской Советской Социалистической Республики, вышел ли ты из Таджикской Советской Республики, вышел ли ты из Украинской Советско-Союзической Республики, Молдавской, неважно. Важно то, что ты из бывшего Союза, и поэтому ты как бы русский. Вот к собирательному русскому образу отношение очень-очень хорошее, и я общался сейчас в меньшей степени, но когда я жил в Шербурке, я общался с большим количеством Кибекуа, и отношение было более чем позитивное. И именно из-за того, что ты выходец из России или из бывшего Союза, и на этом основании у тебя плохая репутация, что ты плохо там работаешь, или что ты можешь плохо работать, ты некачественно будешь выполнять свою работу, ты там, не знаю, будешь пить, прогуливать там и так далее, здесь этого нет, потому что, когда вы приедете сюда, это прежде всего обращение сейчас к тем, которые не живут в Канаде, те, которые живут в Канаде, они сами это знают, да, тебя жизнь в такие условия, что ты понимаешь, что если ты не будешь выкладываться на все 100%, то просто-напросто ты не будешь интересен работодателю, а за твоей спиной находятся еще 500 человек из разных стран мира, которые с удовольствием будут делать работу, которую ты делаешь сейчас. И не важно, какая это работа, это может быть работа мерчендайзера в магазине, или это может быть работа, я не знаю, там, директора по производству в какой-нибудь там крупной компании. Если ты хорошо работаешь, неважно какой-то национальности, если ты плохо работаешь, то опять же неважно будет какой-то национальности, потому что тебя будут выгодить не за то, что ты киргиз, русский, украинец, молдаванин или еще кто-то, а за то, что ты плохо работал. И это реально очень важно понимать. Так что я призываю просто к тому, к простой идее, да, думайте не о том, что про вас могут думать, исходя из того, какой вы национальности, да, и с какой страны вы приехали, а думайте, исходя из того, что вы умеете, насколько вы интересны канадскому работодателю, что вы можете предложить на канадском рынке труда, что вы из себя представляете как специалист, и насколько вы готовы вкалывать для того, чтобы оставаться на этой работе, а не потерять ее, там, не знаю, через две недели после начала работы, когда поймут, что вы из себя ничего не представляете. Вот на этой, ну, я бы сказал, позитивной, но не злой мысли я это видео заканчиваю. Всем отличного дня и счастливо. Пока.